всем огромный привет я очень рада что вы заглянули ко мне в гости начинаю видео вот с таких прекрасных кадров у нас на соседнем участке зацвела груша стоит как просто большое белое облако радует глаз такая красивая конечно это все недолговечно но пока есть такая возможность обязательно любуемся этой красотой ну а я начинаю свое видео с воскресного завтрака и наверное не совсем традиционно для моих видео у нас сегодня завтрак вне дома мы решили с семьей поехать в кафе в маленькую кофейню правильнее сказать мы здесь уже не первый раз как-то когда дети ночевали у бабушки с дедушкой мы с мужем пару раз уже сюда ездили на завтрак очень маленькая кофейня но уютно и здесь потрясно вкусные красивые правильные завтраки и вот такой опыт у нас конечно впервые решили именно взять детей всей семьей выехать знаете нам очень понравилось надо почаще устраивать такие воскресные выезды что-то новенькое разнообразное в жизни в быт в обычную рутину готовку и нам своеобразный отдых переключения до смены обстановки детям я тоже считаю что это полезно завтраки здесь очень хорошие у детей была каша с ягодами совушка правда сначала все ягоды ел ярик потом ему будет подкидывать свои ягоды из сырников вот но у остальных детей тоже была каша а у нас с мужем такие интересные блюда там и омлет и авокадо и овощи в общем все очень вкусно полезно ну и и кофе конечно обалденный так что прекрасно провели время отдохнули расслабились и потом прокатились по городу прекрасно у нас была погода и нужно было заехать в пару магазинов у детей почему-то ноги растут с какой-то невероятной скоростью ну тут макарки нужно было кроссовки и сави кое-что так что заезжали в спортмастер и в детский мир за покупками еще а вообще это видео будет такое как сборная солянка из наших выходных небольшие кусочки за два дня так что я все в одно видео так вот смиксовала и получится наверное достаточно насыщенным некоторые домашние дела тоже выполняю все равно по выходным здесь не нужно было поменять постельное белье ничего больше прибирать не буду но просто пришло время поэтому быстро поменяла загружу в стирку и вот кстати советуют постельное белье менять если например два раза в неделю обычно делают это то чтобы не забывать делать это допустим 1 и 15 числа месяца так точно не забудешь если не привязываться никакому дню недели в принципе это очень удобно ну конечно кто-то меняет чаще кто-то меняет чаще только наволочки например остальное пореже тут все индивидуально но такая схема вообще очень удобно и например для зубных щеток тоже нужно менять их раз в три месяца и чтобы не забывать это делать потому что знаю что многие тоже забывают обычно можно запомнить для себя что 1 числа в начале сезона то есть 1 июня в начале лето да потом 1 сентября в начале осени соответственно дальше будет зима 1 декабря в общем вот так по графику в принципе мне кажется тоже очень удобно потому что смену сезонов мы как-то фиксируем в голове а тут ты знаешь что тебе нужно 1 числа при смене сезона обязательно поменять зубные щетки или насадки на них и кстати в последнее время мне еще часто пишут что очень темные например какие-то у нас либо шторы либо контрастные яркие обои я вот сейчас просто монтирую смотрю на стены на картинку и понимаю что именно картинка снятая она выглядит гораздо контрастнее и ярче чем мой глаз воспринимает в живую интерьер то есть в живую это постоянная игра света и цвета и обои у нас например здесь они вообще очень нейтральные а на картинке вот так вот и выглядят ну такими достаточно насыщенными клетчатыми прямо особенно про детскую мне говорили у макарки но мне кажется если там однотонные сделать обои то там совсем грустно будет про шторы в кухне-гостиной тоже некоторые написали что прям темные очень но в живую они смотрятся достаточно нейтрально но общем картинка она более контрастная получается более яркой и насыщенной нежели в живую интерьер воспринимается и вы часто мне пишите что у меня хороший вкус как красиво у нас получается делать дома ремонт и декорировать помещение а ведь этому можно научиться профессия дизайнеров с каждым годом набирает обороты потому что большинство людей хотят жить в красивом продуманном удобном доме ну или квартире и часто для этого обращаются к специалистам поэтому у дизайнеров по-прежнему есть и будут клиенты это всегда будет перспективной профессии в любое время сейчас большим спросом пользуются услуги дизайнера удаленно когда заказчик делает ремонт в другом городе или стране это очень удобно можно работать онлайн и зарабатывать хорошие деньги занимаясь интересным делом сегодня обучиться основам дизайна можно бесплатно с помощью мини-курса в юдаев скул при том в юдаев скул вы обучитесь не просто дизайну а разным его направлениям сможете создавать анимацию сайты и многое другое то есть знания настолько универсальные что вы всегда сможете найти себе клиента где бы вы не жили ссылку я оставила в описании к этому видео рекомендую всем кто хочет попробовать профессию дизайнера начать именно с этого курса с помощью этого мини-курса вы научитесь основам дизайна абсолютно бесплатно сможете создавать анимации для интерфейсов получите личный разбор от наставника с опытом обязательно будет чат с поддержкой и общение вы сможете задавать вопросы ну и конечно же получите сертификат по окончании курсом попробуйте себя в новой профессии совершенно бесплатно вы точно ничего не потеряете а даже наоборот получите знания которые вам определенно пригодятся в жизни курсы проводятся в течение пяти дней и из них четыре дня вам будут давать задания будет прикреплен куратор который будет проверять эти задания и давать обратную связь в личном кабинете каждого ученика полноценное обучение бесплатно вдохновляйтесь залетайте на курс и осваивайте навык который никогда и никуда от вас не денется и всегда будет приносить вам доход ссылка в описании ну и давайте дальше продолжила заниматься домашними делами мне нужно было еще пересадить и цветы те цветы которые будут у нас на улице такие длинные горшки кашпо ящики в общем это на подоконник внешний раньше на кухне у нас были но теперь я река комната то есть во двор туда выходят окна вот такие я ставлю они как раз по длине подходят две штуки у меня влезают и буду в них садить те петуньки папа у меня выращивает просили кстати показать рассаду которую он тут выращивал но уже все родители увезли сразу не сняла так что потом поедем на дачу там покажу кстати нужно мне еще сама себе напоминаю и комнатные цветы пересадить горшки заказывала уже есть и заметили наверное в спальне стоит фикус большой принесла из макаркиной комнаты потому что ну там он не очень уместен и когда все время мешался куда бы я его не поставила посмотрю думаю пусть у нас в спальне постоит немножко вроде освежает так интерьер зелени придает и свежести и заказала кашпо то есть сейчас он на тумбочке стоит заказала кашпо напольное хочу пересадить тоже поставить рядом с тумбочкой просто в угол вот ну кашпо должны к выходным привести так что займусь вот сама себе напоминаю правда комнатный уже не знаю откладываю откладываю правда такое отложенное дело знаете там ни к чему не привязан никаким да там ни к каким временам года и поэтому постоянно куда-то откладываю это дело а здесь конечно нужно было мне уже срочно сажать цветы еще здесь оставлю пока их в доме папа сказал на улицу не выносить все таки еще достаточно холодно но особенно ночью ну и по утрам вот мы идем например даже восемь девять утра еще достаточно прохладно горит успеешь успеш не торопись вот так что здесь сажаю у меня в мешке земля была сдачи папа привез немножечко ну и покупала тоже землю в цветочном магазине так что я здесь с миксовала думала сколько земли на один ящик нужно и вот сама себе тоже скажу чтобы в следующий раз знать на один ящик ушло 10 литров даже чуть побольше земли вот потому что не знала сколько нужно покупать петуния у папы вся подписанная он ответственный садовод любитель не то что я и он мне подсказал потому что название мне ни о чем не говорят но где-то подписано что там голубенькая или белая а где-то просто название я в общем здесь миксую такие фиолетовые до голубые какие-то ну фиолетовый больше посадила по краям и в серединку вообще наверное и четырех бы кустиков петуньки хватило я думаю они хорошо разрастутся но мне уже захотелось тут с цветами поиграться потому что между одними и фиолетовыми я посадила какую-то беленькую а там цвет вроде бы другой бургундий называется но это что-то типа малинового такого ярко-розового фиолетового что-то такое интересное так что вот так вот будет у меня такое разноцветие надеюсь все приживется и еще стоят коричневый кашпо одиночные в них посажу лабелия называется такие как мелкие цветочки они у меня тут стояли и немножко под засохли я тоже очень надеюсь что все с ними будет хорошо прям вот правда неудобно когда сам вот не занимаешься этим папа мне тут оставил понадеялся я вот так безответственно но надеюсь ничего страшного приживутся отойдут и будут радовать нас и все лето в общем все посадила полила уже за кадром и покажу еще брата у меня тут петуньи он в этом году первый раз я тоже решил заняться цветоводством самое выращивал но так у него уже хорошо разрослись но на улицу пока еще эти не вынесли стоят на мансарде поэтому ждем ждем тепла и нужно было приготовить горячее на обед у меня был куриный бульон я здесь уже отправила туда одну картошинку морковку крупно порезала не обжарила ничего и мясо раздела у меня здесь крапива и яйца стоят отвариваются знаю что многие не воспринимают такой суп и если с щавелем еще едят то с крапивой вообще кажется что-то невероятное вот мы такой суп едим и несколько раз в год и май как раз самое время пока крапива свежая молодая не переросшая папа тоже мне привез с дачи я ее как следует промыла обдала кипятком но все равно в перчатках режу потому что все равно колется веточки убираю а зелень я как раз нарезаю она будет длинными полосочками добавляю в самом конце уже когда все овощи в бульоне сварились прошлом году летом я крапиву даже заготавливала в общем тоже мыло резала и убирала в морозилку потом очень удобно так вот быстрый легкий куриный супчик бросить и замечательно мы едим такой суп с удовольствием у меня прямо знаете это суп из детства какой-то мне очень нравится можно конечно с щавелем и смиксовать можно просто с щавелем сделать тоже кстати папа привез и дети у меня щавелем тоже любят он получается с кислинкой а у крапивы все равно такой аромат ну вот мне тоже он очень нравится и в такой суп обычно добавляют яйцо знаю что некоторые разбивают прямо в кастрюлю и получается как бы паутинка но мне больше нравится отварить яйцо вкрутую и уже крупную потом порезать добавить прямо в тарелку так бульон остается прозрачным ну и едим мы такой ступ обычно со сметаной и ездили забирали макара с тренировки и заезжали на рынок нужно было купить мясо вечером придут гости покупали говядину и купили рыбу потому что закончилась буду сейчас солить у меня здесь перец лаврушка соль и сок лимона покупаем сейчас форель которая крупная неразделанная по моему около 700 700 рублей вроде вот так вот стоит за килограмм нас вот рыбина на 1000 рублей получилось муж у меня ее всю разделала голову хвост и оставил и в морозилке лежит нужно будет уже накопилось не от одной рыбины нужно будет потом уху сварить вот здесь косточки всех ребят убрал и порезали на кусочки порционные которые я солю и когда они засолятся все уберу в морозилку ну оставлю то что есть будем сразу же я солю просто солью сейчас я никакой микс не делают узлу кто же не делаю можно конечно к соли и сахар добавить но я вот так вот засыпаю кусочки туда же добавляю перец лаврушку сок лимона и оставляю так часов на 5 на 6 в холодильнике потом просто сполоснул под питьевой водой но у нас из-под фильтра я обсушил бумажными полотенцами все рыба получается великолепная на завтраки на бутерброды в круассаны куда угодно и вот такой рыбины нам получается ну на месяц так хватает и как уже сказала у макара были выходные тренировки вообще у него сейчас много стало тренировок потому что пошел он на хоккей в новую ледовую арену я вам как-то показывала кадры когда он ходил еще в старую сейчас вот недавно открылась у нас новая ледовая арена где-то зимой тут январь или февраль и начались детские занятия в общем мы перевелись и сюда конечно здесь не сравнится с тем что был старой тут все такое красивое современное прямо продуманное просто очень здорово ну то у меня муж и тоже ходит катается и говорит даже самые элементарные вещи там высота борта вот этого например есть ведь какие-то стандартные там нормативы то есть если в старом например и не получалось как-то перекинуть ногу да и бежать но то здесь и прямо все удобно все настолько продумано все для людей но конечно тут тренировки у него макарки гораздо больше по времени по количеству раз в неделю и насыщение там старой арене был только лед буквально минут 45 или час а здесь сначала у него так называемая земля они ну там что-то типа как в зале занимаются а потом идут уже на лед прямо потный выходит только из зала и вот переодевается потом идет на коньках в общем очень физически так насыщенные тренировки и накануне забрала заказик свайл борис покажу вам что заказала нужен был мне небольшой но достаточно базовый кардиган впереди конечно лето и мы планируем отпуск и и я начинаю обдумывать гардероб то что возьму с собой и вот чего-то такого маленького но с длинным рукавом теплого и уютного мне как раз не доставала в общем нашла на вайлбрис такой вариант очень мне хотелось именно в природных оттенках потому что сочетаются такие цвета с любыми другими цветами очень удачным кардигана и приятные мягкие очень не колется тянется хорошо симпатичные пуговки мне понравились в общем внешне выглядит просто отлично очень стильно смотрится хорошо сидит на фигуре и если какие-то недостатки то тоже может скрывать я вообще люблю базовые вещи которые легко комбинируются с остальными вещами в гардеробе и вот этот кардиган он точно из этого разряда потому что под любую обувь под любой низ и с джинсами с кроссовками и с юбкой с каблуками и даже просто вечером на прогулку прохладным вечером летом выйти очень уместно в общем надеть можно куда угодно и пишется мне кажется в любой гардероб оставлю вам ссылку если кому актуально сразу кидайте в корзину а то потом опять будете спрашивать и как уже сказали вечером мы в субботу ждали гостей совушкин крестный со своей семьей приходили в гости и кое-что мы тут готовили немножко в общем делаю салат я уже показывала как такое дело очень вкусно получается хотя наверное на первый взгляд странное сочетание у меня внизу листья салата порезанные можно любые брать и шпинат и листовой и айсберг что больше нравится и основные ингредиенты это овощи огурцы помидоры потом авокадо креветки обжаренные и дольки мандаринов вот это сочетание креветок и мандаринок она очень вкусная кто любит вот такие нестандартные миксы попробуйте правда должно понравиться для заправки я использую масло соль у меня с приправками адыгейская еще чеснок горчица дижонская и сок лимона замечательно получается салат быстро готовится и на праздничный стол и просто так подойдет отлично ну и заезжали как уже сказала на рынок купили говядину будет муж делать стейки на гриле а макар тут ему за кадром предлагает создать кулинарный канал какой макар канал скажи еще раз куринарный куринарный ничего такого грандиозного не готовили я за кадром поставила уже картофель и морковь в духовку как обычно со своими любимыми специями с маслом с копченой паприкой с чесноком именно с паприкой с чесноком очень нравится свежие овощи тарелочку делаю и еще будут овощи на гриле кабачки и перцы очень нравится именно перцы болгарские красные на гриле а муж вот делает говядину знаете с ним пошутили когда покупали тут говядину я говорю как отличить говядину от телятины он мне сказал говорит ну как тебя говорит от 18 лет не отличить я говорю ну вроде как визуально так не сразу там не каждый поймет он говорит ну вот и тут так же вот так что не знаю что мы тут купили все-таки накануне он готовил стейки наверное там было телятина и быстро-быстро буквально три минуты на гриле потом убрал под фольгу только потом посолил и оставил под фольгой немножечко вообще изумительно было в этот раз немножечко все равно жестковато ну в общем вот такой стол у нас получился тут совместными усилиями ну а посидели мы не очень долго потому что гости наши супер ответственные родители двоих маленьких детей и где-то 8 в начале девятого поехали домой потому что детям нужно было уже ложиться спать но мы расходиться не хотели и устроили семейный просмотр фильма фильм был выбран не случайно это легенда номер 17 макарки в новой арене новый тренер и вы знаете макар прям видно как немножечко поменял свое отношение в общем тренер достаточно строгий и вот этот вот это кино она прям немножко перевернула наверное снова его взгляд на некоторые вещи вообще это кино больше чем про хоккей она прям про жизнь с удовольствием все посмотрели кто не видел честно души советую посидели и порыдали и какие-то выводы сделали очень душевное замечательно ну а макару конечно как на ранней стадии увлекающемуся хоккеем интересно было посмотреть вот эту всю изнанку и знаменитостей до когда люди чего-то достигают каким способом это получается и заканчиваю выходные глажкой как ни крути но все равно нужно было погладить белье кое-что тут не срочно но мальчишкам школу пока еще учебный год и не закончился кстати рассказывайте у кого когда заканчивается учебный год у меня у парней в этом году раньше чем обычно мне кажется раньше они прямо до 31 учились пусть там уже и классный час а здесь и там еще выходные как-то и буквально 25 уже по моему крайние дни в школе ну в общем ладно заканчивает все будут отдыхать скоро такое закатное солнышко здесь прекрасное на стене видно отражение блики но так недолго она длилась с меню ракурс и такого солнца уже не будет и давайте сразу скажу а то когда у меня парогенератор в кадре появляется всегда спрашивают что это за парогенератор это фирма morphe richards мне прислали его на обзор мне очень нравится вещи не бюджетная но вы знаете если есть возможности это определенно стоит иметь и в доме глажка не будет прежней ни с каким самым мощным утюгом не сравнится и пока глажу давайте как раз отвечу на вопрос спрашивали по поводу гардероба сегодня как раз затронула тему показывала вам кардиган вот спрашивают как подбираю вещи чтобы они сочетались друг с другом есть ли какая-то база давайте сразу скажу что я в плане одежды я не минималист я не могу знаете иметь одну пару джинс например там пару футболок мне все равно хочется иметь разное потому что и случаи в жизни бывают разные и что-то спортивное и что-то нарядное строгое то есть один вариант на все случаи жизни вот у меня такой ну не не прокатывает и настроение тоже бывает разное так что я привыкла иметь разнообразие в гардеробе дальше еще скажу что мне очень хочется последнее время от я понимаю поработать ну я не знаю с кем это со стилистом и или вот с каким-то специалистом до в плане одежды чтобы составить например какую-то капсульную какой-то капсульный гардероб да как раз таки ту самую базу чтобы вещи могли легко сочетаться друг с другом ну вот минимумом все равно я наверное не обойдусь подбираю вещи как я не стремлюсь и каким-то ультрамодным вещам то есть знаете обычно то что прям вот модно модно оно очень быстро уходит потом из обихода и становится не актуальным такие вещи и я не очень люблю стараюсь их не покупать очень стараюсь ориентироваться на то что и подходит именно мне то есть фасоны смотреть ну по моему телосложению образу жизни да куда я это буду носить то есть на это опираюсь еще я не люблю на вещах знаете прямо такие лейблы и ярко выраженные ну либо там фирмы когда написаны либо рисунки какие-то есть конечно разные вещи где-то это очень уместно вот я только что гладила футболку там просто она красная и написана фирма я знаю что я буду ее носить с однотонными например шортами да и там это уместно но в моей голове а есть такие базовые вещи которые можно под многое одеть допустим и где-то например вот этот принт или какой-то дополнительный декор он будет уже ну слегка не уместен будет лишним поэтому я очень люблю вот вообще базовый вещик например как нам не сегодня шорты без каких-либо украшательств и точно такая же футболка даже в разных цветах они по моему отлично смотрятся друг с другом поэтому наверное именно база в моем гардеробе это простые однотонные вещи с минимумом декора мне кажется так они хорошо сочетаются и миксовать цвета и фактуры я не боюсь в этом есть своя изюминка в общем на это опираюсь но есть моем гардеробе и вещи яркие акцентные такое тоже есть и я знаю что она будет вот прям знаете вот именно акцентом в образе то есть допустим яркий кардиган с каким-то интересным принтом или платье которое определенно будет притягивать внимание да и остальные детали например аксессуары будут уже просто скромные ко всему подходящие в общем и такие вещи тоже у меня есть но это уже не база это то без чего можно обойтись и но для разнообразия я очень люблю такие вещи в своем гардеробе но с ними тоже конечно нужно не переборщить потому что когда например блуза с рюшами или там плюсом леопардовые лосины и туфли с цветочками или еще какими-то акцентными деталями это уже просто перебор поэтому если одна акцентная вещь что все остальное базовая нейтральная ко всему подходящие если коротко то вот такие у меня принципы ну и так я иногда конечно поглядываю модных блогеров которые вот специализируются каналы да на каких-то тенденциях интересно посмотреть иногда просто интересно выводы сделать какие-то ну что-то берешь в жизни что можно вписать в твой образ жизни ну а что-то так просто посмотришь похихикаешь как говорится и дальше пройдешь но видео мое на этом подходит концу я надеюсь что вы хорошо со мной провели время увидимся с вами в новых роликах всем хорошего настроения уже теплого в майского солнышка всем до встречи и пока пока и и и и и и